здравствуй дружок меломан всем привет ну как всегда благодарю вас за то что пишете комментарии под моими изумительными монологами и за то что вы любите музыку спасибо вам чем больше любителей хорошей музыки в мире тем этот мир прекрасней и удивительней потому что мы обмениваемся мнениями и нам всем делается как-то интересней жить становится да наверное но если было бы не интересно наверное не писали бы комментарии не отвечали бы на комментарии других людей ну а сегодня я хочу показать пластинки группы которую многие забыли наверное а многие и не знали вообще никогда не знали о ее существовании это финская группа который называется виг вам многие слышали но те кто любит так называемый прогрессивный рок то есть музыку в стиле рок достаточно сложную не просто рок-н-ролл да а с добавлением всяческих сложных элементов классических конструкций непривычных инструментов для орган рульного инструментария это я пытаюсь и выскользнуть из это вот название вот этого термина прогрессив рок ненавижу я это ненавижу и буду повторять это постоянно так группа виг вам в 1968 году она выпустила нет 69 68 собралась и появилась вот эта пластинка hard and horny называется она шестьдесят девятый год вообще группу виг вам я советую всем абсолютно это музыка в которой каждый найдет для себя много много интересного в особенности те найдут кто любит вот этот самый сложный рок прогрессив как смешно прогрессив надо такое придумать какой не буду ругать никого кому это в голову пришло я понятия не имею прогрессив рок господи боже мой в общем финский рок он очень интересен я терпеть не могу современные финские металлической группы они настолько друг на друга похожи все настолько одинаковые настолько унылы и безысходны что слушать их не могу честно говоря хотя их много много они все изображают из себя каких-то страшных персонажей жутких и музыка у них такая же жуткая но абсолютно не страшная повторюсь на мой взгляд совершенно уныло просто скучно и неинтересно очень громко и какая-то такая а вот группы которую я люблю это не значит что они лучше или хуже просто я их люблю это бег вам и это свалом президенте ну про президенте про два альбома первых я уже рассказывал вот про этот я расскажу потом отдельно потому что он просто шедеврален вот а сегодня про бег вам эти группы пересекались в составах например юка таланин играл в группе вег вам юка таланин это то свалом президенте гениальный гитарист абсолютно гениальный один из ну столпов наверно рок-н-ролльной гитары не рок-н-ролльный а морок гитары и джаз-гитары и клавишных джазовых удивительный совершенно музыкант про него я уже говорил в ролике про первые два альбом это свалом президенте если кому интересно посмотреть в плейлистах и так харден хорни юки таланина здесь еще нету но есть другие есть например джим темброк вокалист и автор последующих альбомов потому что на этом альбоме он половину альбома только записал и юка густавсон который сочинил первую половину сторону а сочинил юка густавсон а сторону б сочинил соответственно джим пемброк и они мало чем отличаются одна другой хотя в общем отличаются пластинка это удивительная потому что она похожа одновременно и на пинг флойд настоящий то есть с сидом барреттом который и на фрэнка заппу и при этом песни мелодичные с конкретными то есть с конкретными мелодиями и не пугающие своим авангардизм хотя авангардизма здесь более чем достаточно особенно на первой стороне потому что господин густавсон здесь развернулся по полный клавишник и певец при этом еще напустил авангарда такое количество что сразу приходит на ум там первый альбом пинг флойд сразу приходит на ум я повторюсь опять-таки ранние альбомы франко заппы но это и не пинг флойд и не заппа это вигвам с конкретными песнями которые очень хороши мелодически очень здорово сыграны музыканты экстра класса здесь конечно и в этом отличие от группы пинг флойд потому что здесь музыканты на на сказать уровнем выше конечно чем при всем моем уважении и так далее тому подобное уровень здесь конечно совершенно другой не скажу что это ориентированная на джаз музыканты хотя джаза внутри здесь очень много именно густавсон с джазом на ты что слышно из этого альбома но не пугайтесь опять таки я знаю что многие не любят джаз из тех многие из тех кто смотрят вот эти мои монологи не пугайтесь здесь джаз такой он как бы джаз без джаза ну для тех кто понимает о чем я как говорю это первая страна а вторая сторона которую не писал уже густавсон писал пенброк она более песенная и она похожа как один критик написала прочитал похоже на песни группы нирвана но не не то нирваны которую все знают а то нирвана английская которая была в 60-е годы выпустила то ли два то ли три то ли четыре альбома я слышал два они мне очень не понравились потому что они очень такие какие-то совсем попсовые ну вот немножко похоже но при этом такая психоделия опять-таки извините за выражение поиск новых форм и все такое прочее в общем очень интересно очень хорошие песни 9 песен на одной стороне б те которые написал пенброк они короткие но такие разные там и оркестры присутствуют и не оркестры и и рок и поп и все вместе и конечно вот это все реверберации полеты сознания и прочее 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 а второй альбом который считается классикой незабвенный у тех кто любит вот этот самый сложный рок томс там болинтайн семидесятый год реглам вот это полный кайф уже для всех абсолютно это настоящая такая музыка семидесятого года в лучшем ее проявлении то есть здесь есть отголоски группы traffic есть отголоски группы мэн есть отголоски группы pink floyd немножко но опять-таки никакого плагиата ничего никто ничего ниоткуда не сдирал а просто я называю вот эти названия тоже было понятно в каком духе это произведение здесь уже уже появился появился юка талан со своей гитарой жгучий джазово-роковой очень сильной громкой но песни при этом прозрачные мелодичные да и пришел сюда продюсер ким фоули приехал из англии услышал первый альбом вот этот вот hard and horny он ему дико понравился и он приехал финляндию продюсировать второй альбом вегвама спродюсировал надо сказать отлично томсом валентайн первая песня такая вводная не то чтобы не то чтобы кабацкая ну так же можно назвать кабацкими песни doors например да но она такая простая с простым запевом хорошие запоминающиеся вторая песня in gratitude очень похожи на ранний трафик на первые там два-три альбома трафик но опять-таки ничего не содрано нигде все самостоятельно все здорово dance of the anthropoids психоделический противное слово клавишный инструментал напоминающий произведение сергея курехина немножко но все здорово фредерик энд билл развернулся толанин с гитарой со своей роковая песня сложная со сложной конструкции но вполне ложащаяся на уши то есть всего в меру wishful thinker последняя песня на первой стороне изумительная баллада рок баллада тоже неприятное словосочетание откуда что берется непонятно то есть такая такая просто песня песня раз откуда у финских парней такое вот горячая в хорошем смысле не смысле скорости а горячий такой вот посыл лирический и твердый и никакие вот эти металлисты современные рядом здесь не лежали конечно на второй стороне автограф неожиданно со скрип очкой такая фолковая мелодия танцевальная очень красивая ну и дальше вплоть до инструментала for america который написал густавсон а играет талонен играет джаз-рок на гитаре очень мощно очень интересно очень убедительно я бы сказал общем пластинка действительно классическая абсолютно классическая любой вот коллекционер этой самой сложной музыки скажет вам что это просто один из таких вот бриллиантов нескольких пластинок у меня нет а есть пластинка being 74 года это страшное произведение здесь густавсон развернулся не на шутку клавишник да и написал музыку которая страшнее чем вандер граф генератор сложнее чем gentle giant и не знаю ее конечно с первого раза вот так вот оценить и полюбить прямо скажем сложно я не могу сказать что эту пластинку я люблю она хорошая но чтобы прослушать требуется усилия приложить приложить ряд усилий иначе ничего не получится ничего не поймешь ну и оформление тоже здесь все в порядке с ним бытие дан такая пластиночка книжку в книжка очень неудачно здесь приклеена с фотографиями артистов поэтому мне сложно показывать в общем здесь фотографии всех 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 артистов это последняя пластинка с участием густавсона и он здесь выложился уже видимо по полной программе сыграл и сочинил все что он хотел сказать миру и насочинял надо сказать тут вам и психоделия тут вам и классика тут вам и готические какие-то истории тут вам и хор тут вам и симфонический оркестр тут вам и джазовые пьесы тут вам и удивительная песня под названием педагог 9 минут на 9 минут 11 секунд с голосовой мелодией которая звучит так как если голосовая мелодия записана на ноты что в общем-то нормально да а потом она перевернута и спета в обратном порядке вот так выстроена эта мелодия слушать ее невероятно тяжело интересно конечно но очень уж странно то есть ну вот как мы слушаем до обратную запись гитары в разных таких спейс роковых группах да вот это обратная запись голоса как бы но не обратная запись голоса а просто но ты перевернуты нотный стан так раз и и и вот и и вот так вот мелодия качается шагает куда-то сворачивает непонятные непонятном направлении достаточно тяжело но для любителей в андерграф генератор это штука будет незаменимым просто артефактом незаменимой вещи в коллекции на полке ваших пластинок там или компакт дисков или списке файлов на компьютере бейнг это не двойник это одинарный альбом просто здесь такое издание что одна пластинка в оригинальный микс вторая пластинка это уже современный микс в общем тяжелая но нужная штука для тех кто любит серьезный рок а моя любимая штука это вот такая nuclear night club ушел уже густавсон это тоже 74 год или 75 ну по-моему 74 ну не важно в общем сразу забейнг появилась эта пластинка nuclear night club она очень популярна была по выходе но не стала классическим альбомом и я соглашусь с некоторыми критиками которые пишут что удивительно странно почему этот альбом не стал мега бестселлером в европе и в америке непонятно совершенно потому что все составляющие здесь есть и помимо этих самых составляющих коммерческих здесь очень хорошая музыка она ушла в сторону группы караван где-то в сторону опять-таки чуть-чуть gentle giant чуть-чуть группы м.н. по звуку я имею ввиду по прозрачности по посылу по подаче по настроению очень красивые песни они роковые ну как караван вспомним да они в общем темповые все с хорошей подачи с хорошим ритмом сложные очень качественно сыграны все с отличной фантазией с хорошими мелодиями с клёвыми аранжировками просто такая красота я эту пластинку очень люблю и всем ее советую nuclear night club двиг вам просто полный вперед альбом который действительно можно поставить рядом с лучшими записями караван с лучшими записями других там с лучшими пластинками camel например вполне все это вписывается туда но опять-таки это не camel и не караван никакого плагиата совершенно самостоятельный альбом еще раз повторю nuclear night club ищите и обрящите а я пошел пить пока вы будете искать счастливо